Хороша камни в этом кузове! Хотя большее для меня удовольствие это Camry VX40, и вот там красота правильная. Теперь поговорим о деле. Я внимательно посмотрел на то, что делала Toyota. Может я что-то не понял, но как с красавца Тауроса пересесть на Camry непонятно. До 1996 года она явно курила, а вот после в кузове VX20, наматерев большими, чем ранее, как спереди, так и сзади фарами, она двинула Тарасика. То бишь о чем мы говорим? Америка, как и Япония, любит большие фары. Причем, по-моему, Япония даже круче Америки любит навернуть. Ну и инсайд. Теперь вернувшись на круги своя. Таурус сейчас чуть менее крутой, чем GTR от Ниссана. Ну молодцы пацаны! Здесь тоже хороший двигатель. Это конечно не 3.8 от Форда, но и 2.4 позволят вам ехать конечно не так быстро и уверенно, но нормально. И вот то, что делает с нами правительство, мне реально не понятно. Ну вопрос-то очевиден. Ну чтобы не вернуть транспортный налог в бензин, как делается это везде. Я имею в виду в нормальных странах. Мы походу не нормальная страна. Мечтаем мы о том, чтобы наши машины были мелкими для всех и не отдаленных финансами. Но почему так не понятно? Мало того наколбасили Платоном, так-то и хорошо грузовики бьют и реально наш асфальт. Так почему не внедрить транспортный налог в бензин и не мусолить идеальные грамотные автомобили с движками о 6 литрах? Бред, ну реальный бред. Ну да, умом все это не понять. И честно в это верить как-то не хочется. Поэтому моторчики и максимум 2.4 литра, а больше ни-ни, а больше расколбасы налогом во как. Так что, господа, хорошие и правильные машины и это уже история. Сегодня и сейчас нормальные Тарасики это 365 кобыл. И Крайслер оттуда ложе. Мгновенный пересчет покажет правило. 54 тыщеночки рубликов отдашь государству и гоняй на скорости максимум 120 км в час. А иначе нельзя. Ой-ой-ой, хорошее государство мы сделали. Или оно сделало нас? Музыка. 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 Музыка.